Мистический мюзикл Мистику показать было сложно, говорят создатели спектакля. Репетиции шли два месяца, но еще год спектакль доделывали. Некоторые шутки внесли в сценарий сами юные артисты, которые, кстати, на сцене не только играют, но и поют, и танцуют. Мы обучались этому очень давно, наверное, с четырех лет. Мы занимаемся хореографией, вокалом и театральным мастерством. Это нечто новое для нас. Мы начали заниматься относительно недавно этим. Мы уже начали жить во всем этом, и это приносит нам радость. Мы сделали акцент на то, что во время той истории, которая произошла в этом замке, у подростков, у которых мировоззрение более легкое на жизнь, оно поменялось. Они стали более серьезными. У них появилось сострадание, любовь к ближнему и вера прекрасная. Мюзикл студии «Дорога добра» признали лучшим среди школьных спектаклей на региональном этапе окружного фестиваля «Театральное Приволжье». В год театра он проводится во всех регионах ПФО по инициативе полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В Самарской области, как одному из самых театральных регионов страны, есть что показать, хотя конкуренция высока. Я считаю, что наш театр школьный с этой замечательной постановкой, как и творчество чуть более старших ребят, студентов Самарского культуры, они вышли с победителями в спектакле, который называется «Алики цветочек», они заслуживают право быть лучшими. Наши ребята наиболее профессиональны, наиболее интересны, но в любом случае судить зрителям. Как победитель регионального этапа отбора, студия «Дорога добра» теперь примет участие в окружном финале фестиваля. Мюзикл «Шамарский» о школьниках и привидениях поборется еще с 13 спектаклями с Приволжского федерального округа. Определится победитель в ноябре путем народного голосования. Вот только отдать свой голос за понравившийся коллектив можно будет, если он из другого региона. И школьные, и студенческие спектакли можно посмотреть на сайте театрально-приволжье.рф. Алена Власова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.